Ситуация на Украине. В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица, стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности. К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в средствах массовой информации со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно очевидно уже было организовано не менее шести рейсов. Каждое воздушное судно может сеять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений. Как стало известно, будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки. Кстати, ведению именно таких боевых действий украинских военных, как вы знаете, обучают западные инструкторы на Егоровском полигоне во Львовской области. Более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства и эвакуации дипломатов в случае чрезвычайной ситуации. Но самой масштабной является, конечно, военная помощь, как они это называют, Соединенных Штатов Америки. Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов «Дживелин» и 180 ракет к ним. Ранее средства массовой информации писали о том, что в январе текущего года ожидается отправка партии вооружений на сумму в 20 миллионов долларов. Всего, напомню, с 2014 по 2021 год, по словам представителей Пентагона, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов США. Перед Новым годом СНН сообщило, что президент США дополнительно выделил Украине на эти цели еще 200 миллионов долларов. В 2022 году военный бюджет США, как вы знаете, предусматривает на подобные расходы 300 миллионов долларов. На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы мирного населения востока страны. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после Нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за 3000. Мы вновь вынуждены привлечь внимание к теме разгула неонацизма на Украине. На днях Киевский горсовет переименовал в честь служившего в войсках СС руководителя организации украинских националистов Романа Шухевича остановку общественного транспорта, ранее носившую имя генерала Николая Федоровича Ватутина, освободителя украинской столицы от гитлеровцев. Что еще нужно? Еще нужны какие-то дополнительные доказательства того, что там происходит. Но давайте еще приведем из нынешнего. Известный антифашист, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об угрозах его жизни со стороны ультранационалистов. И это тоже никто слышать и видеть не хочет. К сожалению, рост на нацистских настроений на Украине не волнует ни наших западных партнеров, ни профильной международной организации. Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО. А вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению минских соглашений и других международных обязательств. Брюссель готовит документ «Стратегический компас», который ляжет в основу стратегии ЕС в области обороны, безопасности, антитеррора и других сферах. По сообщениям СМИ, для России в последней версии этого документа хороших слов не нашлось. Как МИД Российской Федерации планирует строить отношения с Евросоюзом? Я считаю, что я опять же разделю ответ на ваш вопрос на несколько частей. Первое. Комментировать документ, который еще не опубликован в качестве принятого или в качестве проекта документа официально, невозможно и неправильно. Мы, безусловно, видели утечки, которые имели место, комментарии и так далее. С этим мы, естественно, в силу работы были ознакомлены. Но комментировать этот документ именно в этом качестве, как документ, можно будет только, если он будет принят, когда он будет принят и так далее. Теперь вторая часть вопроса – выстраивание отношений с нашими ЕСовскими партнерами. Что я могу сказать? Да, кстати, в дополнение к первой части, мы видели, что Брюссель анонсирует этот документ как предтечу военно-политической доктрины, которая должна будет содержать некую квентэссенцию понимания угроз, которыми сталкивается Евросоюз в условиях эволюционирующей среды безопасности. То есть, если говорить попроще, то будет такой представлен, видимо, широкий взгляд на 360 градусов, обзор видений эволюции современного мира. Видимо, мы так как-то понимаем то, как ЕСовские коллеги его преподносят. И на основе вот такого широкого взгляда на международную обстановку, видимо, будут на институциональном уровне распределены ресурсы Евросоюза и его стран-членов в сфере коллективного противодействия новым вызовам. Ну, это, как вот мы понимаем, рассматриваемый документ. Что я могу сказать? За последние годы Европейский Союз вплотную столкнулся с результатами геополитических экспериментов США и союзников в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это привело, конечно, к дестабилизации ситуации на европейском континенте, к изменению обстановки в странах-членах ЕС. Это беспрецедентный мировой миграционный кризис. Именно мировой, который касается не конкретных только стран или даже целого континента, а это общемировая история. Обострение террористической, криминогенной активности. Ну и, конечно, иное, качественно иное звучание проблематики оргпреступности, наркотрафика и других вызовов и угроз. Вот на этом направлении Европейскому Союзу пришлось столкнуться с целым рядом не только новых вызовов и угроз, как такое экспертное клише, а уже с новым качеством, новых вызовов и угроз, новым масштабом. Что касается той информации, которая появлялась в прессе, согласно которой в некоторых разделах еще не опубликованного документа ЕС, якобы Россия фигурирует в качестве одного из основных источников угроз для Евросоюза. Ну, еще раз, мы утечки не комментируем, а вот этот подход мы слышали уже и не только в этом документе. И господин Боррель упражняется как может, и там какие-то еще подпевалы, и вот это обслуживающие и ЮЭСовские, и НАТОвские Беруссель средства массовой информации бесконечно гоняют эту тему. Ну, это, во-первых, глупо. Ну, какая угроза исходит с территории Российской Федерации, тем более какая-то экзистенциальная, придумывают какие-то тезисы относительно того, что мы угрожаем их ценностям, которые они сами не могут сформулировать, единству, которого просто физически нету, не знаю, ну и дальше, и далее. Теперь о конструктиве. О том, опять же, о чем мы говорили и повторяли неоднократно. Мы нашу линию намерены выстраивать выверенно, сбалансированно, исходя из конкретных действий Европейского Союза. Если Брюссель продолжит потакать восточноевропейскому, ну и в частности, прибалтийскому лагерю, развивая свое внешнеполитическое, тем более военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе, и подстраивая именно под эту мифологему соответствующие собственные потенциалы, то, конечно, мы не будем оставаться безучастными. Здесь, и об этом говорила российское руководство, не должно быть никаких иллюзий. Напротив, если мы увидим настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в таком прагматичном, здравомыслящем ключе, взаимовыгодном, безусловно, учитывающем взаимные интересы и озабоченности, то, конечно, откликнемся и будем совместно искать точки соприкосновения. Еще раз, чего нового в этой позиции нет. Второй вопрос, да? Да, пожалуйста. Так, почему бы при случае не предложить Брюсселю подвести промежуточные итоги процесса евроинтеграции Украины? Одна из самых благополучных республик бывшего Советского Союза опустилась на последнее место по многим показателям. А ведь стремление Киева к сближению с Европой было взаимным. Евросоюз это открыто продемонстрировал в 2013-2014 годах, предложив Украине решать. Или-или. Москва тогда предлагала решение ИЕС и РФ. Во-первых, это констатация очевидного. Деградация положений дел на Украине скрывать просто невозможно. Какими бы саммитами они не пытались ситуацию приукрасить, какими бы крымскими платформами они не пытались отвлечь внимание собственного населения, сколько бы они раз не повторяли слова экономический прогресс и агрессия России, реальность неприглядная и жуткая, которая сейчас есть на Украине, она все равно очевидна всем. Причем, как раньше говорили, здравомыслящим. Да всем она уже очевидна. Тоже последние, так сказать, фанаты киевского режима, полностью солидаризирующиеся со всеми его преступлениями, даже они уже потеряли всякое терпение, потому что понимают, куда рухнуло это государство. Там проблема-то в том, что уже не государство рухнуло, а, знаете, это вот такой аппарат, который полностью потерял управление, им никто не управляет, и он просто зашел в пике. И все это понимают. И те, кто делал вид, что все нормально, из обслуживающих этот режим деятелей, политиков, общественников, журналистов, понимая, что они находятся внутри этого аппарата, неуправляемо падающего, то есть они уже просто таким диким криком кричат. А что можно уже сделать? Понимаете, между полетом и падением есть разница. Нюанс, но он существенный. Вот между свободой и хаосом тоже есть нюанс, и он тоже существенный. Понимаете, ведь долгое время политики на Украине прикрывались словом «свобода» в разрушении собственной государственности. Знали они о том, что они разрушают страну и институты управления, или не знали. Это пусть история уже их рассудит и докажет. А факт остается фактом. Они прикрывались словом, которое важно, наверное, для каждого человека на нашей планете – «свобода». Для того, чтобы проводить ту политику, которая привела к хаосу, настоящему во всех сферах жизни. К сожалению, к нашему огромному сожалению. Потому что все это привело к дестабилизации ситуации вокруг Украины. Просто утрачено управление государством Украины. Вопрос в том, что есть ли это вообще государство сегодня, как такое сочетание институтов госуправления. Территория есть, народ есть, а институтов управления нет. И даже если они таковыми называются, они ничего сделать не могут. И это не только проявляется в какой-то одной, например, политической сфере или борьбе за власть. Это проявляется везде. Вот вы любую можете сферу взять. Либо в лучшем случае абсурд, это еще в лучшем случае. А на самом деле просто отсутствие какого-либо системного подхода, управления, вообще ничего не происходит. Вы абсолютно правы, я полностью с этим согласна. В момент распада Советского Союза Украина была одной из наиболее развитых союзных республик. Не только развитой, но она еще с минимальными проблемами. А если, в общем-то, исходить из, опять же, реалий, да вообще вышла без проблем из Союза. Вы вспомните, и у нас сегодня присутствуют журналисты, которые живут, работают в странах независимых государств, которые ранее были советскими республиками. Они очень хорошо помнят, как их страны нынешние столкнулись с колоссальными проблемами. Ну, в частности, конфликты, вооруженные конфликты, пограничные конфликты, внутренние конфликты. Украина вышла процветающей, богатой, развитой страной, республикой, которая стала государством. Вот что сегодня от нее осталось, мы все видим. Еще раз, территория, которая находится без управлений, которая зашла просто в пике. И на которой просто много лет идет братоубийственная война, которая уже списывает на все, что угодно, но только не на отсутствие должного управления теми процессами, которые характерны для государства. Конечно, на Западе прекрасно дают себе отчет в том, что на Украине сформировался окрумпированный, олигархический, компрадорский режим. Публично не говорят. Периодически все это всплывает наружу, через источники, утечки. Да, собственно говоря, по итогам каких-то визитов становится известно, что очередные какие-нибудь западные эмиссары пытались уговорить или в ручном режиме что-то там такое подправить. Но невозможно это уже сделать. Во-первых, им во многом выгодна ситуация хаоса на Украине. Во-вторых, признать собственные ошибки, когда Украину поставили перед выбором или-или, это значит что? Это значит признаться в отсутствии потенциала для вот такого мирового лидерства. Не в отсутствии лидерства, это уже понятно все, в отсутствии даже потенциала. Ну так что, вернемся, собственно говоря, к ситуации на момент распада Советского Союза, когда Украина была одной из наиболее развитых Советных Республик. Вот именно такое положение дел, благополучие использовалось с местными националистами для пропаганды выхода из состава Союза. Вот заживем еще лучше, они говорили. Нас тут все угнетают, какие у нас есть возможности, какие возможности откроются, когда мы станем независимыми и перестанем, это любимый тезис, кормить Москву. Забыли, правда, что если посмотреть на межбюджетные трансферты, то на деле украинская СССР датировалась из союзного центра, то есть во многом за счет России, тогда и РССР. Ну кому же это было интересно? Не все годы, кстати, независимости украинской элиты так и не продемонстрировала, не демонстрировала, так сказать, понимание опасности вот этой политики, нацеленной на, к сожалению, в итоге хаос, были попытки как-то собрать и страну, и истинно выгодные связи и контакты интегрировать или гармонизировать, чтобы развиваться полноценно, многовекторно и так далее. Но при этом за все годы независимости никто из политических деятелей на Украине не продемонстрировал подлинной самостоятельности или желание эту подлинную самостоятельность отстаивать. Вот с одной стороны выходили из Советского Союза с желанием быть независимыми, с другой стороны, тут же просто поставили себя в прямую зависимость от целого ряда структур и организаций. Четко, так сказать, была обозначена прозападная ориентация, только не в качестве самостоятельного курса, а в качестве диктата со стороны большого брата и послушного выполнения всего того, что навязывалось, даже против интересов народа. Ну вот, вот эти вот все оранжевые партии, движения, это следствие глубокого комплекса, так сказать, наверное, националистических сил, комплекса неполноценности, неуверенности в собственных силах. То есть, казалось бы, националисты вроде бы на Украине взывали к росту самосознания нации, а при этом демонстрировали все больший комплекс неполноценности и ожидание, что именно Запад им поможет. Ну, парадокс, но это же факт, это же уже свершившаяся история.